всем здорова с вами билли поттер и это diablo 3 очень старая игра уже конечно не такая старая как diablo 2 но близится уже скоро выход diablo 4 вот в преддверии этого у меня появилось желание вновь поиграть в эту игру пройти основной сюжет вот но на этот раз как бы я играл помню за чародейку довольно такой интересный геймплей да и за охотника на демонов тоже играл в принципе это самый интересный персонаж для меня был за колдуна тоже играл так мы мужчину будем делать колдун тоже был неплохо но не такой интересный монах больше саппорт варвара мне не понравился как принципе и крестоносец но у меня куплен некромант поэтому в этот раз мы будем играть за некроманта внешность тут редактировать нельзя поэтому мы не будем даже пытаться ее менять то что ее нельзя отменять что ты несешь николай так итак некромант основная характеристика интеллект темный жрец способный призвать на помощь целую армию прислуженников или сокрушить врага с помощью магии крови и кости даже самые опытные воины побаиваются некромантов способных повелевать трупами поднимать мертвых и насылать на своих врагов изнуряющие проклятия некроманты стойко идут к своей цели они используют в роли щита прислужников молниеносно передвигаются по полю боя и уничтожают врагов с помощью магии некроманты собирают эссенцию которая наполняет все живое и используют ее для своих занятий заклятий занятий так это будет сезонный персонаж в то есть мы будем пытаться получить уникальные награды и попробуем поиграть в героическом режиме ну вот если я умру то на этом собственно все и закончится поэтому будем играть осторожно и аккуратно так создаем да 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 героические сезоны вы хотите создать сезонного персонажа героическом режиме вы начнете с первого уровня без золота с не обученными ремесленниками и не сможете использовать в ней сезонные предметы из тайника вы сможете играть только с другими такими же персонажами смерть персонажа в героическом режиме является необратимой служба поддержки не воскрешает героических сезонных персонажей независимо от обстоятельств гибели со смертью такого персонажа все его предметы безвозвратно исчезают и подпись окей принимаем это условие так настройки игры компания акт-1 частная игра обычный уровень сложности погнали все живое со временем увитает и гибнет превращаясь в прах что питает ростки новой жизни таков великий цикл бытия который хранят жильцы ратмы нас боятся и не принимают но мы продолжаем свое служение мой наставник узнал что на западе упала звезда и мертвые восстали из могил он послал меня в три стран чтобы я вновь даровал им покой ибо великий цикл оказался под угрозой а с ним и все творение так погнали шо у нас есть а у нас какие-то шипы вылазит ну-ка но я в принципе шо то этих легких я не думаю что я должен шотать может быть стоит повысить уровень сложности ну ладно посмотрим так капитан рамфорд это вообще нормально что они так быстро дохнут так как таран на новые ворота костяное копье оу прикольно некромант бросает копье который носит урон всем пронзенным противником не сжигай трупы пока они не ожили а вот или я ты или я та что выжила после падения звезды это правда он при патастрофе пострадал дядя декаб с древом его отбросили на низкий уровень собора я пыталась найти его но ведь звезды уже начали оживать когда я вернулась в город чтобы собрать у полосенцев ног осторожно ранее превращаются что-то мое дело загнивает я сперва прочитал тело ну не прочитал а услышал но это дело ну значит пойдем капитану рамфорду к водоискатель так кстати крылья не буду не хочу надевать хотя есть у меня прикольники я хочу питомца вызвать чтобы он собирал для меня золото только вот кого гранг старая полена полуголем мргаломант давайте вот его вызовем он хотя бы не страшный как остальные я дарую ожившим мертвецам покой я восхищаюсь свои храбрости но эти твари убили капитана далтина и ополченцев только мне удалось спастись я умею обращаться с мертвами ну что ж я видел тебя в бою убил против этих матерей и их королеву это они порождают эти кошмары они лезут к баррикады это одна из проклятых матерей и в руинах дальше по дороге их намного больше проклятая мать ну сейчас посмотрим может быть там хоть там подальше будут какие-то интересные мобы не будут ваншотаться то это перебор но нет ну хотя вот эти не ваншотнулись потребовалось два удара так новая запись как приветствую тебя дорогой читатель меня зовут Абд Аль-Хазир я путешественник ученый и исследователь я много странствовал по миру и собрал множество знаний о его самых удивительных обитателях часто подвергая себя смертельному виду к примеру недавно в Хандаросе в мой шотер пытались забраться и глазки я кинул в них цапогом и они убежали но другому на моем месте могло повезти меньше в этих записах я поведаю миру о всех своих приключениях короче он будет описывать каждого моба которого я встречу каждого вида монстров так там был вход так павший ополченец ничего с него не упало где шмотки вообще я так и буду просто бить мобов и с них не буду видеть шмотки да эти шмотки ну кстати шипы не так плохи они как бы ауешная атака еще этот некор когда кастую сейчас зажал я шипы он тупо танцует сейчас тупо танец так мрачная жатва а вот сундук с него мы полутали монеты я даже с сундука шмотки не полутал ну как так ну-ка с этого что-то упало о перчаточки так мне дали мрачную жатву о прикольно я наверное попробую как вообще это сделать можно сделать игру открытой в героическом режиме нельзя понизить сложность ну ладно ой повысить понизить я понял короче будем играть так как играем если что потом повысим когда пройдем сюжет и будем ходить по порталам то тут шумит единственный минус вот этой новой обилки то что мне надо подходить в мели о изи штанишки но в мели кстати необязательно подходить так как у меня есть копье я чуть мне не нравится эта жатва какая-то она не очень она мне руинит только все шипы поинтереснее типа мне зачем мне подходить вообще к мобам играя вообще в героическом режиме можно словить какой-нибудь ваншот или какой-нибудь контроль получить а нам не надо мне надо остаются кстати после всех монстров вот такие вот груды костей да я не планирую убегать я же не команд пришел сюда упокоить нежить ну кстати образ в котором представили представили в диабле некроманты мне нравится он похож на ведьмака какого-то со способностями некроманта что это три матери больше мне никого не надо трогать а убить королеву проклятых надо я стараюсь я стараюсь полностью исследовать локации дабы ничего не пропустить так подвал пойдем в подвал что там у нас есть а это погреб просыревший саркот оп золото полутали хотя ожидал я шмотки мне же ничего больше не упала я не упала ну и не надо да нехорошо ей что-то она блюет там ну и так активировали портал с этой королевы мне ничего не упало давайте досмотрим что у нас тут есть простой кинжал он кстати поинтереснее будет чем тапуха хм ой обрушение обрушение локации так еще один пехотинец ничего в нем нету ну и тут собственно тоже ничего нету интересного а вот груда костей забираем золотишко и уходим отсюда ничего так и не найдя хотя вот есть дневник превосходное оружие горисвольда а я не могу его взять странно о кулачный щит буду щитом и с кинжалом ходить ну хоть что-то интересное интересное так мы в руинах а надо в новой три стран говорим с капитаном ранфордом спасибо за спасибо за помощь может быть поговорить с ней она сорвется идти спасать своего дядю интересно его знания могли бы мне пригодиться моя сила возросла так четвертый уровень у нас первая обилка некромант подрывает до пяти трупов указанной области нанося урон находящимся в радиусе взрыва противником подрыв трупа я так понимаю это то что валяется на полу после мобов наверно я помогу найти твоего дяди Лиа сначала мы должны открыть ворота собора стражи заперли их еще до того как попали в засаду Рамс рассказал мне что им удалось добраться до сильной Адрии должно быть ключ все еще там ну окей открывай а ну да вот они подрываются ооо прикольно блин чувствую себя каким-то этим подрывашкиным как террорист тупо не прикольно прикольно любопытно посмотреть остальные обилки возможно это будет очень даже кайфовая механика у у некроманта он там так 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 о скелет маг душа некромант поднимает скелета которую атакует противника и сколько он живет а он живет и совсем чуть-чуть давайте попробуем со скелетом магом это мне приходил тяжкие думы заливали его я утешиваю его как у них но куда бы он не шел ад всегда будет следовать за ним над три страма снова сгущает стену но как у кандал я покину город пока еще не поздно я говорит утешиваю его как могла а как могла не ясно так призываем подрываем трупы огниение и тлен что так давай скелет а я могу много их наделать а я чуть не подумал об этом что я сейчас буду компашкой тупо тупо ходить про дома на кончается почти сразу три странский собор как он был удивлен увидеть его так сюда нам по всей видимости нельзя ну и ладно пойдем тогда в собор чего внутрь но видимо да и шо у нас тут но можно ломать все ломаем конечно а мне звезда нужно же о дубина так труп остался живо еще дубина сильнее до урона больше восстановление правда меньше но не главное урон так дальше проходим то есть транский ополченец о новой записи и и вероятнее всего его принесли не топыри не топыри капец лежит трое ополченцев ни у одного ничего ценного что за стороны так тут у нас сильные молодые люди это не топыри как раз падальщики которым чуть от меня надо о шмоточка дубинка сильная тупо некромант с дубинка щитом так призываем скелета мага еще одного подрываем все чё упала щит поинтереснее упал хорошо опаемся по чуть-чуть убиваем так перчатки у меня по моему есть перчатки да я не поинтереснее чем эти ничего нету так сколько мне там еще слотов то много только мне вот это вот не нравится корпус корпус зеленых фонарей так а мне туда надо еще попробовать зайти если там мобы да есть о не зря зашел увеличивает радиус автоматического поднятия золотых ой а поднятие золота и сфер понял мне все что питомец есть который за меня поднимет внезапный удар это у нас на чем внезапно удар это у нас костяные шипы периодически оглушают противников теперь они такие необычные о да это имба если они оглушают нереально сильно я пришел куда мне надо я что мне все еще исследовал кожаные штаны и они лучше чем мои так мы ускорились наверно мы вернемся назад чтобы мы все исследовали ничего не пропустим нужно быть максимально прокачанными у боссов все таки героический режим не хочу закончить быстро поэтому мы возвращаемся сперва вернемся в самое начало вот сюда вот так золото собери ничего нету а вот они не топыри может записки какие найду так скелет маг пропал опять возвращаться надо здесь вот еще не чекнул это подземелье всегда так получается что ты что-то забываешь какой дпс когда-то я был капитаном армии короля леорика верой и правдой служил я своему монарху и родине никто не был предан королю так как я даже в тот миг когда я пронзил его черное порабощенное злом сердце леорик 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 культовый персонаж леорик так мы сломали предметы и поэтому мы получили бонус к скорости как это объясняется я не в курсе но всегда так было так 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 бежим бежим что-то еще могу сломать мне больше ничего не могу плита сдвинутая он нашел так ну по всей видимости мы все исследовали так фонарики можно сломать может быть ускорить и за счет них статуи можно сломать и и все по ходу значит не ускорюсь а вот еще статуя так еще вот и сейчас посмотрим чего у нас есть ну да тут не особо то много контента сильного импакта от того что я чуть-чуть вернулся точнее как чуть-чуть полностью вернулся я не почувствовал может быть стоит пересмотреть подход и иногда забивать но блин мне же надо выжить чтобы выжить надо быть на шаг впереди как бы так заходим в зал прислужники зла не подходите прочь только бы пол вывернул и здесь и и и и и и и и он еще как-то обороняется там смотрю так у меня тоже скелеты только маги вообще не почувствовал но к сожалению ничего не полотал опять без злота здорово декарт это спасибо тебе но зачем ты рисковал ради меня думал помадом кто бы помочь я пришел от твоих меня нет ох как я рад что слини все в порядке я боялся худшего я я нашел этот проход на старых карту случайно попавших мне в руки нам нужно вернуться в тристрам и поговорить об упавшей звезде я нашел декарда кайна дядю ли его преследовал король скелет это существо что преграждает путь упавшей звезде это 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 Продолжение следует...